Для вашего удобства мы разделили это видео на главы и создали группу, в которую дублируем аналитику проекта. Также мы добавили ссылку на Notion, переходите, чтобы ознакомиться детальней. Все наши видео мы делаем бесплатно и беспристрастно, поэтому, пожалуйста, поддержите нас пальцем вверх, комментарием и подпиской. Привет, коллеги, всем привет. Сегодня я расскажу про проект Ardano и о том, как будут начинать сотрудничать с сетей Cardano и Nia. В первую очередь, нужно сказать, что Ardano это достаточно разнообразный продукт, у которого есть очень много применений и он запущен на сети Cardano. Здесь будет доступен D-функционал, также реализованная биржа, возможность занимать и давать под проценты различные криптоактивы. Вот, и также будет доступен, как я понял, внутренний кошелек. И также Ardano будет запускать свой собственный stablecoin. То есть здесь будет агрегировано достаточно большое количество ликвидности. И таким образом Ardano сможет запустить собственный stablecoin, который будет торговаться на бирже Danoswap. Вот, все это будет управляться держателями токена Dano. 12 октября был проведен успешный токен Sale токена Dano. И сейчас он уже активно торгуется на различных биржах, таких как GATO, BitMart, MEXC. Ну и также ряде дезинфицированных бирж. Среди партнеров данного проекта можно увидеть Platonic Systems, Liquid, Koti, а также Nia. Среди инвесторов это 3er of Scapital, C-Fund, Kronos, Justin Sun, David Post, а также ряд частных инвесторов, которые поучаствовали в публичной токен-селе. Более подробно про проект можно почитать в их Medium блоге. Здесь, в принципе, все последние новости анонсированы. Ну и начнем, наверное, с того, что на данный момент токен Dano стоит 7 долларов 55 центов. Торгуется он ниже отметки начальной цены, то есть начались торги. Первый на бирже он появился 22 ноября 2021 года, то есть буквально пару недель назад. Сейчас он торгуется на 25% ниже, чем его была изначальная стоимость. То есть, возможно, сейчас есть время зайти в данный токен. Запущен он на сети Cardano. Также по Cardano можно почитать документацию, она доступна по ссылке docs.ardano.org. Можно здесь перейти и посмотреть о том, какие сети, вернее, какие комиссии будут доступны по санкциональной бирже, как это все будет работать. Сразу скажу, что на первый взгляд все очень похоже на еще один порк биржи Uniswap. То есть, возможно, после первого запуска продукт будет развиваться уже в сторону того, чтобы быть более масштабируемым. Также у Ardano есть свои решения по масштабируемости. Это такой, так называемый, и UTXO. Дополнительная сеть, которая находится над сетью Cardano. Но пока что это все только в проекте. И из последних обновлений, которые являются, мне кажется, самыми перспективными громкими новостями, это новость о том, что Ardano и NER запартнерились. На всех крупных криптомедиях данная новость появилась о том, что они будут создавать собственный мост между сетями Cardano и NER. Таким образом, можно будет запросто приносить не только различные стаблкоины, но вообще любые криптоактивы из сети NER в сеть Cardano и наоборот. Из такого интересного, это то, что именно NER стала, как я понял из новости, NER стала инициатором вообще всего этого процесса. Вот и профинансировала разработку данного моста. Мост будет готов к второму кварталу 2022 года. Посмотрим на том, как вообще он будет запущен и как он будет работать. То есть на данный момент NER очень активно развивается именно в плане взаимодействия с другими сетями. То есть буквально почти до начала ноября у них был только рабочий мост с Майнетом. Затем и появился рабочий мост с Polygon, затем с Binance Smart Chain. Сейчас мы видим еще включение Cardano и я думаю, что не за горами включение еще других популярных сетей для того, чтобы пользователи могли максимально удобно переносить активы из одной и другую сеть. Что в принципе повлечет за собой большой приток новых пользователей в сеть Cardano. В принципе по Ardano я думаю, что данный проект будет жить долго, поскольку сумма инвестиций составила 12 миллионов долларов вместе с IDO. То есть здесь написано, что Ardano завершила 10-миллионный раунд, в котором поучаствовали различные крупные фонды, которые мы видим на экране. Ну и затем провела успешное IDO. То есть как так. На этом все. Всем спасибо. Сегодня я вам расскажу об игре CryptoBSS. Это построенная на блокчейне криптоколлекционная игра, которая будет представлять собой трехмерную коллекционную карточную игру, которая будет доступна для ПК. Также будет разработана мобильная ее версия и версия VR. Суть этой игры заключается в том, что игрок собирает карты и затем участвует с ними в боях против других игроков на арене, и тем самым зарабатывая очки опыта и прокачивая свои карты. Что можно будет делать в игре? Это развивать своих героев, свои карты. Уровень карт будет доступен с 1 по 60. Формировать отряды. Как я уже говорила, выше сражаться на арене. И также будет возможность игроку продать свою карту. На вид карты будут нести в себе информацию о владельце карты, о ее опыте, мощности, силу карты и иметь специальный значок. Допустим, если эта карта была куплена в предпродажу, на ней появится значок предпродажи 1 или будет иметь значок какого-то иного достижения. Так, и также будет добавлен индикатор токена на карту. Так, пойдем дальше. У них представлены некоторые виды карт. Это Дафна лесная, ведьма солнечный дракон, лунатик кабан и одноногий тромпен. Касаемо команды этой игры. Игра разработана командой PlayStakes. Это группа ветеранов и разработчиков игр, художников. Они спроектировали более десятка казуальных игр для мобильных устройств. И с 2015 года они кодируют смарт-контракты на блокчейне Ethereum. Роб Диксон, гейм-дизайнер и разработчик. Ким Горли, ведущий разработчик. Билл Лавин, маркетолог. Деннис Мэтью, разработчик игр. И Марцелло, 3D-дизайнер и художник. Касаемо дорожной карты проекта, я хотела бы сделать небольшое отступление и сказать вам, что в настоящее время деятельность приостановлена. Как утверждают разработчики в Дискорде, разработка и выпуск игры все еще идет. И, в общем, нужно ожидать дальнейших обновлений. Но, тем не менее, как мы можем увидеть, состоялась предпродажа карт в 2018 году. Как рассказала команда, первая карта Богини Луна была продана за сумму эквивалентную 5000 долларов. Также было предложено сторонникам проекта сыграть версию на ПК. Также должна была выйти 3D-версия и бета-тестирование. Но, как я уже говорила, на данном этапе никаких обновлений у команды нет. И также информации о каких-то будущих предпродажах, аукционах также нет. Касаемо партнеров проекта. Партнерами проекта стали такие компании, как Decentraled, Novotoken, OpenSea и CGR. Касаемо аудитории этой игры, на самом деле все выглядит очень скромно. В Дискорде у них 300 участников, очень редкие обновления. В Твиттере то же самое, очень редкие посты, мало участников. Что касается Телеграма, их там еще меньше, менее сотни. И также обновления по новостям на данный момент нет. И, подводя итоги по проекту, я хотела бы сказать, что эта игра по своей задумке и геймплею очень похожа на очень известную игру, такую как Splinterlands. Но выйдет ли она все-таки в свет, на данный момент неизвестно. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте. На этом у меня все. Да, большое спасибо. Так, давайте теперь перейдем к Леше. Да, всем привет. Сейчас демонстрацию включу. Начну я с приложения Телеграм Х. Вот, собственно, это клиент от разрабов оригинальной телеги. Но при этом все лучше оптимизировано, быстрее работает. Туда внедряются всякие новые фишки, которые тестируются. И если все успешно, и комьюнити нравится, и никаких глюков, багов нет, то они применяются в оригинальную телегу. Сам пользуюсь. Вот мне она очень нравится. Если сравнивать с обычной Телегой, то действительно все быстрее. И есть еще там дополнительные всякие фичи. То есть, например, когда не было в Телеге видеочатов, а в Телеграм Х они уже появились и тестировались. Ну и помимо этого, конечно, существует огромное количество различных форков Телеграма. Некоторые проекты на данный момент уже не сильно развиваются. Причем я заметил, что некоторые фишки из новопоявляющихся проектов также видят разработчики Телеграма. И у себя начинают сначала в Телеграм их тестировать, а затем внедрять в оригинальный Телеграм. Из альтернативных клиентов я бы отметил Юниграм. Из фишек, которые здесь есть, это поддержка групповых чатов. Можно создавать чаты с отдельными людьми и переписываться, выделив их отдельно. Даже не нужно запускать оригинальную программу. То есть эти чаты поверх. Вот так же можно настраивать различные фильтры по чатам. Вот по прочитанным сообщениям, непрочитанным сообщениям. Вот так же есть поддержка мультиаккаунтов. То есть там до 10 аккаунтов можно подключить. Тоже использовал Юниграм. Мне не очень понравилось, что она периодически подвисает, иногда вылетает. Из интересных фишек я себе отметил, что здесь можно делать скриншот самуничтожающихся фото и сообщений. Если в Телеграме они не пропадают, то если зайти в этот чат через Юниграм, то они там будут и можно их скачать. Например, сделать, сохранить фотографию или скриншот. Еще из фишек есть у них редактор фото и видео встроенные. И можно делать пересылку без цитирования. Затем следующий проект, про который я хотел сказать, называется Telefuel. Telefuel задумывался как проект, чтобы была бесплатная версия и платная версия с дополнительными фичами. По апдейтам я посмотрел, последние обновления были в 2020 году. И там команда обратилась к комьюнити, что у них на данный момент некоторые сложности с применением новых фишек, которые они хотели реализовать. Поэтому я так понял, что немножечко приостановили они разработку. Из интересных фишек Telefuel можно на различные сочетания клавиш назначать чаты. Также можно организовывать чаты в определенные группы. Есть у них и приватные чаты, и боты. Также у них есть фишка с неограниченным пином сообщений в одном чате. И также есть фильтрация по непрочитным сообщениям и упоминаниям у вас в этих чатах. Так, следующая платформа называется NiceGram. Не платформа, а приложение, вернее. Верси Telegram. Вот, значит, это open-source проект. Опять же, кратко из фишек новых могу выделить. Выделить то, что здесь поддержка мультикантов есть до семи аккаунтов. Вот, можно делать, можно пересылать сообщения без цитирования. И можно, например, сделать чат, в котором не будет видно, что вы прочитали сообщения. Вот, и также можно там фильтровать по чатам, где сообщения ваши были прочитаны, где не прочитаны. Вот, следующий менеджер, ой, следующее приложение называется PlusMessenger. Значит, здесь, за интересных фишек, также здесь есть поддержка мультикантов, до десяти аккаунтов можно создать. Можно распределять различные группы в категории, давать название этим категориям, например, семья, работа, спорт и так далее. Вот, также есть различные варианты по сортировке чатов и объединения их. Значит, увеличен лимит по закрепленным чатам. Вот здесь можно до 100 закрепленных чатов делать. Вот, также можно настраивать уведомления для отдельных чатов, всплывающие, где пользователь прочитал сообщения, если, например, эти чаты для вас важны. Чаты можно архивировать, ну, а также есть пересылка без цитирования. Следующее приложение. Вот, помимо того, что есть приложение на Винде, некоторые команды разрабатывают приложение, например, для Линукса. Вот, на данный момент я нашел стабильный клиент, очень быстрый, называется Codagram. Разработка, значит, идет довольно динамично. Каждый месяц команда выкидывает какие-то апдейты. Собственно, они собрали фактически все, что есть в Unigram, по сути. Вот, плюс, также здесь есть различные пользовательские настройки. Там можно менять шрифты. Этот проект, как я смотрю, активно пилится. Вот, а так, по сути, можно создать свой аналог телеги, например, на питоне, используя библиотеку PyCryptoDom, чтобы реализовать должный уровень шифрования. Вот, то есть у каждого пользователя есть свой приватный ключ, и другой пользователь может отправлять ему сообщение. Вот, и изначально выдаются два ключа, приватный и публичный. Публичный может только расшифровывать сообщение, приватный только зашифровывать. То есть, наоборот, публичный зашифровывать, а приватный расшифровывать, да. Вот, и мы, получается, даем собеседнику публичный ключ, то есть, по сути, передаем вот такой почтовый ящик с замком, в который он может вложить свое сообщение, но открыть можем его только мы при помощи приватного ключа. Вот, ну, так, собственно, реализуется анонимная переписка во всех этих менеджерах. Вот, таким образом, Telegram даже не может перехватить переписку, так как он не знает приватный ключ. Ну, собственно, наверное, все, что хотел рассказать, если какие-то есть вопросы, готов ответить. Да, спасибо большое. Итак, сегодня я вам расскажу очередную статью из группы CP0X, которая нам рассказывает о том, как Arbitrum стал ведущим Ethereum-решением второго уровня. Но перед тем, как начать, я бы хотела сделать небольшое интро вообще, какие есть пути масштабирования в сети Ethereum. В общем, всего их два вида. Первое – это ончейн масштабирование. Это, в общем, изменение системы на первом уровне, как в случае сейчас с биткоином, что, например, что он перешел, пример, допустим, переход на Ethereum 2.0, и он предполагает смену механизма консенсуса и прочие кардинальные перемены. И второе – это решение второго уровня, то есть первый уровень вообще не затрагивается. И, в общем, это решение призвано масштабировать сеть уже в краткосрочной и среднесрочной перспективах. И, в общем, одним из многообещающих и наиболее продвинутых подходов к L2 масштабированию являются роллапы. Они, в общем, снижают нагрузку на сеть и группируют все транзакции, вынося часть вычислений за пределы Ethereum в сайт-чейн. Также, в свою очередь, роллапсы делятся еще на два подвида. Это ZK-роллапс и Оптимистик-роллапс. В общем, в первом случае генерируются криптографические доказательства снаркс, используемые для включения транзакций в блокчейн и согласования состояния базовой сети и цепи второго уровня. Оптимистик-роллапс опираются на доказательства мошенничества. Они оптимистически предполагают по умолчанию, что опубликованные все данные действительны, если не доказано обратно. В общем, Arbitrum является именно таким видом оптимистическим роллапом, построенный на Ethereum. В общем, иными словами, Arbitrum — это набор решений для масштабирования, которые обеспечивают высокую пропускную способность и низкую стоимость смарт-контрактов. Оно также может сделать эфир быстрее и дешевле, и разработчики смогут юзать эфир для построения собственных решений еще проще. Создатели проекта — это Эд Фелтон, он со-создатель и самый главный ученый в этой компании, также Стивен Гольфедер, также SEO-фандер и SEO-проекта, и Харри Колоднер, также SEO-фандер и CTO. На Arbitrum переходят многие, в общем, крутые проекты. Вы можете юзать любые любимые платформы с более низкими комиссиями и быстрыми транзакциями. Также вам еще могут дать дропа за использование. Также над этим проектом работает целая команда, которая базируется в Нью-Джерси, и в апреле 2019 года проект привлек 3,7 миллиона долларов пассивных инвестиций от партнеров Pantera Capital, Compound VC и BlockNation. В общем, также альфа-версия продукта в том же году привлекла интерес Coinbase, что является каким-то очень крутым показателем, и оно вложило в компанию неизвестную сумму, в общем, они это не афишировали. И согласно Crunchbase весной 2021 года OffChain Lab закрыла раунд финансирования серии А на 20 миллионов долларов, и в августе компания опять же получила спонсорство на 100 миллионов долларов от разных партнеров. В общем, взлет популярности Arbitrum начался тогда, когда перед запуском Mainnet обладатели токенов Uniswap, которые, собственно, базируются на Arbitrum, поддержали, в общем, поддержали этот токен после высокой оценки Хейдена Адамса. Это SEO децентрализованные биржи. И, в общем, после этого в течение всего двух недель после запуска основной сети совокупная стоимость заблокированных активов в Arbitrum достигла 2,2 миллиарда долларов. Это, в общем, значительно повысило показатели, и даже это вышло как бы на конкуренцию с такими большими компаниями, как DI-DX, Оптимизм и Loopring. Вот. И также экспоненциальный рост EVL начался 9 сентября, когда стартап запустил программу доходного фермерства Erbinian на базе токена Neon. И цена Neon, в общем, на фоне этого хайпа выросла до 8 долларов, но, к сожалению, потом также упала до начальной цены. В общем, среди крупных инвесторов, недавно интегрировавших Arbitrum, это DeFi проект Inch Network. И, в принципе, к завершению я хотела бы сказать, что, наверное, причины роста экосистемы Arbitrum стали привлекательны своими процентными ставками программы доходного фермерства и также надежды пользователей на Airdrop и токены. В целом, на этом у меня все. Спасибо. Да, спасибо большое. Теперь перейдем к Алене. Так, сегодня я расскажу про DuckDow. DuckDow — это официальный хайсайт. Для того, чтобы узнать больше информации о них, можно просто нажать «What is DuckDow?». Так, DuckDow — это децентрационный коммунатор, который помогает перспективным проектам полностью раскрывать свой потенциал, используя инвестиционную мощь и потенциал сообщества. команда проекта стремится... Ну, то есть цель команды — это доступ к инвестиционным возможностям, которые ранее были доступны только состоятельным инвесторам и фондам. Так, у компании достаточно активно ведется Инстаграм и Телеграм. Вот мы видим их ссылки. В Телеграме также есть бот, который, ну, можно ему написать. Дальше он скинет адрес, после этого человек забросит деньги, и после этого данная программа даст приватную группу на приватный доступ на другие Телеграм-каналы. В Твиттере рассказывается про новости, достаточно там приличное количество подписчиков. Также у данной компании существует три уровня. Первый уровень — это инкубационный, это самый простой и самый ранний. То есть на этом этапе команда работает с проектами с самого начала до тех пор, пока они не будут выставлены на биржу. А также они обеспечивают последующую поддержку. Так, на втором уровне — это стратегический уровень, как мы видим. Команда помогает проектам стратегии в социальных сетях, включая Твиттер и Телеграм. На третьем уровне — это более мощные проекты. То есть данная компания управляет продажами и запросами общества. Все схемы проводятся через токен DDIM. Могу остановиться подробнее на данном токене. Этот токен возник достаточно недавно, то есть в 2021 году. И один токен равен 30 долларам. Ну, плюс-минус. То есть в последнее время сейчас показатель его немножко упал. Также, возвращаясь к компании, в последние месяцы она начала работать с некоторыми крупнейшими отраслями и компаниями. И данное сотрудничество принесло им большую прибыль по сравнению с начальными ценами. Ну, в принципе, я думаю, у меня тут будет все. Да, Ален, спасибо большое. Всем большое спасибо. И всем хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok